Дорогие друзья, братья и сестры, мы с вами сейчас находимся в древнем городе Исфахан. Это республика Иран. И здесь мы снимаем очередной эпизод нашего документального фильма про невероятную цепь университетов Ан-Низамия, которые в 11 веке совершили интеллектуальную революцию в исламском мире. И эта сеть университетов была создана по всем крупным городам мусульманского мира, начиная с Багдада, с Исфахана, с Герата, Балхани, Шапура, и в том числе у нас на Кавказе, в Гяндже и в дагестанском селении Цахур. Вот в тот период Иран был оплотом суннитского ислама, и здесь действовала целая плеяда суннитских ученых и государственных деятелей, таких как Низам Уль-Муль, основатель всех этих университетов, а также крупнейшие мыслители того периода, такие как Абу-Исхак Аш-Ширази и Абу-Хамид Аля-Фазали. Это были блестящие интеллектуалы, ученые-сунниты, персы по своему происхождению. И в этот период родилось объединение мусульман, которое дало новый толчок к дальнейшему развитию мусульманского мира под единой гидой, правлением аббасидских халифов. Несмотря на то, что они потеряли власть на определенный период, но турки-сельджуки им помогли восстановить эту власть, а интеллектуалы, ученые-персы помогли создать интеллектуальную сеть нового уровня, сеть университетов, которая потом на протяжении более чем тысячи лет влияла на появление новых университетов и в исламском мире, и даже в Европе. Все фактически европейские университеты выросли из самих мусульманских университетов Ближнего Востока, Андалусии и Сицилии. И этот пласт мусульманской культуры и истории мы должны изучать очень подробно, каким путем мусульмане достигали единства, каким путем объединялись три крупнейших народа мусульманского мира, арабы, тюрки и персы, и каким образом мусульмане создали величайшую цивилизацию, высокоинтеллектуальную цивилизацию, которая дала и политическое единство, и идеологическое единство мусульманскому миру, и смогла на долгие годы сохранить сплоченные ряды мусульман. Если мы не будем изучать эту историю, если мы не будем делать из этого выводы, то мы так и останемся у нашего сегодняшнего разбитого корыта и уничтоженных, просто я не знаю, клочья разорванных следов исламской цивилизации. Берегите себя. До скорых встреч. Салам Аликум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова